В Киеве срочно эвакуируют две больницы, в том числе детскую, на улице Богатырской. Об этом сообщают местные власти. Причина эвакуации – массовое распространение в интернете видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И речь о том, что якобы в этих больницах находятся военные. Видео, из-за которого проводится эвакуация, это часть выступления главы КГБ Беларуси. «Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей». Киевской городской администрации отмечают, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родители и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевести пациентов и медиков в другие медучреждения столицы, говорится в сообщении. В таких случаях перестраховка не лишняя, ведь РФ не раз била по гражданской инфраструктуре и использовала в военных целях территорию Беларуси. В начале войны оккупанты ударили по драмтеатру в Мариуполе, хотя перед зданием была надпись «Дети». Однако российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки РФ. Об этом в начале апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. Тем более сейчас, когда американская помощь уже на пути в Украину. Это ракеты для систем ПВО, зенитные ракеты «Стингер», стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами, боеприпасы для «Хаймерс», боевые машины пехоты «Брэдли» и другое оборудование. Также в США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине на 6 миллиардов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok